В Караганды сын владелицы обменного пункта рассказал свою версию причины самоубийства матери. Татьяна Костыгова покончила с собой 16 ноября, а в предсмертной записке указала виновным высокопоставленного полицейского. Сын предпринимательницы уверяют, что его мать попала в финансовую ловушку и не выдержала давления. Людмила Батюшкина с подробностями. Руслан Баужанов сам обнаружил мертвую мать Татьяну Костыгову и ее записку. Он рассказал, что в курсе всей истории, в которой замешан ныне высокопоставленный полицейский. Все началось в 2014 году, когда обменный пункт принадлежащей матери ограбили. Тогда глава районного отдела полиции якобы предложил женщине деньги взаймы. Она заняла у него 200 тысяч долларов, ежемесячно платила проценты около 10 тысяч долларов. После этого у нее возникли финансовые трудности, и она попросила его обосрочки на проценты. Он и дал отсрочку, а потом сказал, что за эту отсрочку мне должны еще, например, не 10 уже, а 30 тысяч долларов. По подсчетам Руслана, его мать отдала полицейскому почти в два раза больше, но тот требовал еще. Тогда Татьяна Костыгова отдала свою квартиру и жилье родственников. Потом стала просить помощи у друзей и знакомых. Она уговорила их временно заложить свои квартиры. Взамен обещала выплачивать ежемесячно по 200 долларов. В итоге люди потеряли свое жилье. Динара Фризин – одна из них. 27 февраля ко мне пришли родственники полицейского в целой группировке 10 лиц. Попали ко мне домой незаконно. Устроили там дебош, начали громить мебель. Вызвала полицейских, которые, прямо видно на видео, ничего не сделали, просто стояли в коридоре. И за этим всем наблюдали. В общей сложности, по словам сына Татьяны Костыговой, она передала правоохранителю 4 квартиры и 3 дома. Пострадавшие знакомые стали писать на нее заявление в полицию. Последствием оказалась сама Татьяна и ее сестра Наталья. Каждый раз при встрече полицейский очень сильно угрожал. Садясь в машину, он чуть ли не шмонал их полностью, чтобы не было ни телефонов, чтобы ничего не было. И даже он доставал пистолет и наводил на них. И говорил, мне нужны проценты, не давайте мне залог. Вот один из телефонных разговоров Татьяны Костыговой с тем самым полицейским начальником. Полицейский, которого Татьяна Костыгова обвинила в вымогательстве, отказался от комментариев. Его адвокат ответил, что все люди, лишившиеся своего жилья, подписывали документы добровольно и поэтому суды проиграли. Он также предупредил, что в случае недостоверных сведений будет обращаться в суд на журналистов. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область.